Здравствуйте! В эфире Первого Матищенского информационная программа «День» в студии Алла Сталаева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала масштабной реконструкции прослужили почти полвека. Обновление оборудования и увеличение мощности было обусловлено временем и запросом жителей. Мы просили об этом давно. Очень рады, благодарны, что нас услышали. Спасибо большое отницы всех жителей. Прирост численности населения и развитие территории требовало современных подходов и автоматизации системы очистки КНС. Очистные сооружения принимают источные воды от многоквартирных и частных домов, промышленных объектов. Трех детских садов, школы, больницы и других соцучреждений. Очистные сооружения – это была больная точка для жителей поселка Пироговский. Спасибо вам большое, что вы приняли решение, реализовали эту программу, так как это реально ощутимые перемены, действительно ощутимые перемены. Жители беспокоили запахи. Реализация этого проекта позволила уйти от этих запахов. Минимизировать запахи удалось благодаря тому, что новые блоки очистки спрятаны под землей и полностью закрытого типа. Чтобы модернизировать КНС понадобился почти год. Огромная работа ведется в Московской области. Благодаря федеральной поддержке, благодаря вашему вниманию, Андрей Юрьевич, мы реализуем масштабнейший проект по реконструкции и строительству очистных сооружений в целом в Московской области. И мы, когда начинали этот проект в 2019 году, масштабнейший, мы обратились в архивы, посмотрели. Более 40 лет такая работа не проводилась в Московской области. Начиная с советских времен, не было таких масштабных инвестиций в отрасль очистных сооружений. Реконструкция осуществлялась в рамках федерального проекта «Жилье», национального проекта «Жилье и городская среда». И перемены, которые почувствовали пироговцы, на самом деле касаются гораздо большего числа жителей Подмосковья. Мы все заинтересованы, чтобы те посёлки, города, населённые пункты, в которых мы живём, соответствовали современным экологическим стандартам. И какая же беда и недоразумение, когда очистные то они, соответственно, пахнут, то не выполняют своих функций. О каких-то вещах в жизни не принято говорить. Они такие деликатные, скажем так. Но, учитывая наш уровень работы, нашу зону ответственности, мы отвечаем за канализацию пар и очистные, как никто. Сейчас в Подмосковье подобные работы ведутся в Щёлково, Подольске, Шатурии. Основная задача федерального проекта – снизить долю грязных сточных вод, поступающих в Волгу, от очистных сооружений в три раза. Всё это будет способствовать улучшению экологической обстановки бассейна реки Волга. Юлия Федориненко, Первоматичинский. В АКС губернатором Московской области продолжилась тема обращения жителей по разным направлениям. Так затронули вопросы проживания мигрантов на территории региона. В некоторых округах такое соседство крайне беспокоит местное население. На следующей неделе мы проведем селектор наш, отдельный, как раз по теме безопасности. Цель – ещё раз посмотреть, где, когда у нас будут общежития для мигрантов. Это решение принято, его нужно реализовывать. И я прошу вас стать во главе этого процесса, а не в хвосте. И, соответственно, всё, что касается мест, которые беспокоят жителей массового проживания, хостелы это или общежития, как их называет Анастасия, мы с ними тоже разберёмся. Поэтому я, Роман Александрович, вам такое поручение даю. В рамках заседания были рассмотрены темы экологии, безопасности и строительства новых школ. По вопросам образования число обращений от жителей увеличилось на 15%. Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина проинформировала губернатора ситуации с навалами на сельских территориях. Один из позитивных примеров есть в Мытищах. Жители ещё летом пожаловались на нелегальную свалку около деревни Румянцево и села Марфино. В настоящее время вывезено более 2000 кубометров мусора. На въезде на территорию установлены бетонные блоки, препятствующие дальнейшему замусорованию земель. Работы на этой территории будут продолжены дальше. Участники заседания обсудили вопросы подготовки к зимнему периоду. В частности, обращения от жителей, желающих увеличить число катков во дворах и ледовых площадок. Это предложение было поддержано. Также сегодня Андрей Воробьёв подробно рассказал о новых мерах поддержки медиков. Они вступят в силу с 1 января следующего года. Подробнее мы расскажем в наших следующих выпусках. Смотрите также в нашем выпуске. Гастрономические особенности, музейные программы и туристические маршруты. Городской округ Мытищи презентовали в туристическом информационном центре в Домодедово. Эй, товарищи, подружки, подходите все сюда. Кузнецы чемпионов. В округе отметили юбилей факультета физкультуры МГОУ. Спорт в каждый двор. На Лётной и Октябрьской установили современные спортивные площадки. Ребята могут играть не только в футбол, но и в баскетбол. Что, где, когда. Как современные подростки показали себя в роли знатоков. В старину на Руси замужние женщины носили головной убор кокошник, название которого произошло от слова «кокош», означающее «животное какое». Петь, читать стихи, танцевать и готовить. В Центре культуры и досуга Марфина участницы конкурса «Супермама» продемонстрировали свои таланты. Очень приятно, что такие конкурсы проводятся в ДК «Культура». 11 миллионов туристов посетили Московскую область с начала текущего года. Этому немало способствовал и туристический информационный центр «Наше Подмосковье», который уже два года работает в аэропорту Домодедова. В эту субботу со своими гастрономическими особенностями, музейными программами, событийным календарем и туристическими маршрутами посетителей воздушной гавани знакомил городской округ Мытищи. «Эй, товарищи, подружки, подходите все сюда!» Туризм в Подмосковье развивается быстрыми темпами. И в этот раз очередь городского округа Мытищи. Напомните об этом. В ожидании рейса посетители аэропорта Домодедова не скучают и выбирают маршруты для будущих путешествий. Одно из перспективных направлений Московская область настаивают консультанты туристического информационного центра «Наше Подмосковье». Он был открыт два года назад при участии вице-губернатора Натальи Виртуозовой. Здесь можно узнать о главных достопримечательностях и событиях региона на русском и английском языках, составить маршрут с помощью интерактивного экрана или стать участником вот такого красочного представления. Мы представляем продукцию нашей зоны отдыха, производства, в том числе народно-художественные промыслы с целью рекламы, прорекламировать наш округ среди широких масс, дабы завлечь больше туристов, экскурсантов на нашу землю. Туристы уже оценили городской округ Мытища. На его территории расположены пляжи, обширная лесопарковая зона, санаторий, театры, музеи. Сохранились два народных промысла – фидоскинская лаковая миниатюра и жостовская роспись. Возможность познакомиться с последним была и у посетителей воздушных гавани. Я улетаю. У меня сегодня рейс в Мурманск. Я жду рейса, да, и тут увидела то, что что-то происходит, пришла, поинтересовалась, удивилась, что в Домодедово из Мытища видно, тут будет, наверное, много округов Московской области. Интересно придумали такое вот мероприятие. Теперь Анна Родионова полетит в Мурманск не с пустыми руками. Кроме того, в аэропорту Домодедово свои популярные мастер-классы представил мытищинский историко-художественный музей. Мы сегодня рассказываем об истории наших мытищ, об истории чаепития, о традициях, почему мытищи были связаны с чаепитиями. Зрителям это интересно, мы пропагандируем нашу историю. И помимо программы «Чаепитие в мытищах» мы еще привезли мастер-класс, как писали на Руси, или что написано пером. Мы пишем гусиными перьями, челобитную грамоту, царю Алексея Михайловича Романова. Сделать красочным представление работникам музея помогли артисты театра «Тоже театр». Также у всех желающих была возможность продегустировать фермерскую продукцию и, конечно, бесплатно отправить открытку из мытищ родным или знакомым. Напомним, аксу с таким названием не так давно предложила общественная палата муниципалитета. Она пользуется популярностью среди мытищинцев, понравилась и посетителям аэропорта Домодедова. Жене я отправил открытку из аэропорта Домодедова. Я еду в Анапу. И такое приятное, ну, я не знаю, приятный сюрприз, ярмарка мытищ. Я давно не был в мытищах, но с большим удовольствием. Здорово, спасибо. Ну, вы молодцы, что пропагандируете свой город. Как сообщает Комитет по туризму Московской области, туристический потенциал региона составляет порядка 20% от российского. Подмосковье пользуется популярностью среди путешественников. Только с начала текущего года на его территории зарегистрировано свыше 11 миллионов туристов. Более полумиллиона приходится на городской округ мытища. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский. Факультет физической культуры МГО отметил 75 лет со дня своего основания. Из его стен вышли десятки олимпийских чемпионов, сотни призеров чемпионатов мира, Европы и всемирных олимпиад. С юбилеем родную Альма Матер поздравили выпускники разных лет. О встрече они вспомнили свои студенческие годы. Их студенческий путь освещен блеском медалей, а большая часть университетской жизни проходит на стадионах. Здесь можно спокойно прийти на лекцию в спортивном костюме, не боясь, что вас осудят преподаватели. Однако сегодня студенты и выпускники сменили олимпийки на пиджаки. Повод особый. Факультет физической культуры МГО отмечает юбилей. Так случилось, что сегодня нашему факультету 75 лет. Мы очень рады приветствовать сегодня в университете выпускников этого факультета. Тех, кто своей деятельностью сегодня доказывает тот высокий уровень качества подготовки в нашем университете, который существовал на протяжении длительной истории его развития. 33 олимпийских чемпиона, сотни призеров чемпионатов мира, Европы и всемирных олимпиад. За три четверти века выпускники факультета физкультуры МГО прославили свою альмаматор на всю планету. Нынешние студенты института с гордостью продолжают эти традиции. Большая плеяда нынешних студентов – это футболисты наши, члены сборной страны, такие как Георгий Джики, Антон и Алексей Мирончуки, ребята, играющие за топовые клубы в стране футболисты, Данил Куликов, Вячеслав Грулев, ну, другие ребята. Поздравить родной факультет с юбилеем на торжественный концерт приехали десятки выпускников. У многих из них жесткий спортивный график, но даже он не смог стать помехой, чтобы еще раз признаться в любви своему вузу. Ты заслужи, оплодисменты, вас не догонят, вас не догонят, вас не догонят. На каждом шаге в стенах факультета царит особая физкульт-атмосфера. Прощаться с ней трудно, поэтому многие выпускники продолжают свой путь в магистратуре, а некоторые и в роли преподавателей. Университет стал таким родным, что даже не захотелось прощаться, и, в принципе, тема спорта, физическая культура, она мне всегда была близка, и профессорский преподавательский состав университета очень сильный, я решил продолжить именно в этих стенах этого вуза. 75-летие факультета физической культуры преподавателей и студентов поздравил заместитель главы администрации нашего округа Владимир Агеев. Только с теплотой и любовью мы относимся к этой кафедре, с учетом, что часть кадров остается у нас здесь, на Матищинской земле. Мы рады, что представилась такая возможность от имени главы городского округа Виктора Сергея Чазарова поздравить ректора Елену Александровну с этим праздником и пожелать ей самые теплые слова. Знаковая дата стала для областного университета двойным праздником. В день 75-летия факультета физической культуры ректор вуза Елена Певцова подписала меморандум о сотрудничестве с Паралимпийским комитетом России. Документ позволит членам паралимпийских сборных получить качественное высшее образование. Конечно, получение образования для наших спортсменов, оно очень востребовано. Ребята на самом деле сейчас очень показывают высокие результаты, много тренируются и не всегда получают то необходимое образование, которое им необходимо. Я думаю, что они смогут в вашем ВОЗе при поддержке фонда параспорта, поддержке Олега Викторовича, получать и второе образование, и первое образование. И мы этих специалистов ждем наших спортивных объектов. Подобных образовательных проектов в России пока еще нет, говорят педагоги. Новая глава в истории университета начинается прямо сейчас. Алина Савваш, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. Ежегодно количество мытищинцев, регулярно занимающихся физической культурой, становится все больше. Возможность заниматься спортом появилась у жителей сразу двух дворов. Что изменилось и как, расскажет наш корреспондент Андрей Колосов. Спортивные площадки на улице Летная, 27, дали вторую жизнь. Жители обратились в администрацию с просьбой реконструировать так называемую клетку. Полностью заменено покрытие, установлены металлические прутья, появилось освещение и баскетбольные кольца. Теперь у местной детворы стало больше возможностей. На этой универсальной площадке ребята могут играть не только в футбол, но и в баскетбол. Теперь дети, да и взрослые могут оттачивать свое мастерство в любое время. Также новая дренажная система не дает застаиваться лужам. Газон – это, естественно, лучше, чем резинка. С детьми более приятно заниматься. Ну, поле хорошее. Одна из важнейших задач администрации – создание такой городской среды, которая подарит горожанам желание и возможность как можно больше времени посвящать активному отдыху и спортивным занятиям на открытом воздухе. Ну, все сделано качественно. Есть пару недостатков. Их, как бы, у нас обещали в течение недели устранить. Наши футболисты стараются сэкономить время. Вот выломали пруд один, чтобы удобнее было за мячом бегать. Тут уже как, ну, должно быть на совести наших жителей, чтобы они ценили, что для них делается. Новая воркаут-площадка появилась и на Октябрьском проспекте 6, где жители могут покачать пресс, поиграть в настольный теннис или позаниматься на турнике. Много обращений в адрес главы городского округа Мытища. И было принято решение сделать здесь площадку малых спортивных форм. Она у нас, так скажем, традиционная. Во многих дворах имеются такие спортивные площадки. В рамках программы «Спорт» городского округа Мытища данная площадка была построена. Также все площадки городского округа Мытища содержатся по этой программе, функционируют. Мы стараемся поддерживать их в хорошем состоянии, периодически ремонтировать. Представители управления по физической культуре и спорту уверены, новые спортивные пространства пустовать не будут. В Мытищах каждый третий житель занимается спортом. Андрей Колосов, Олег Степанов, Первый Мытищинский. В Мытищах продолжаются зеленые пятницы. Уже на этой неделе в благотворительном магазине «Польза Сити» жители смогут обменяться техникой, которая уже не нужна в хозяйстве. Главное, чтобы она работала. Прошлая зеленая пятница запомнится детям. Все желающие могли обменяться игрушками. Мальчишки с удовольствием разбирали машинки и спортивный инвентарь. Организаторы говорят, общение и формирование экологической культуры лежат в основе зеленых пятниц. Они приходят, прямо гордятся своим поступком. Это здорово, это прямо маленький пункт воспитания. Ну, конечно, те дети, которые берут здесь себе игрушки, это счастье вообще ничем не сравнить, потому что эмоций здесь гораздо больше, когда ребенок берет себе другую игрушку. Причем детям не важно, сколько они стоят. Главное, что произошло вот это обновление. Напомним, совместный проект благотворительного магазина и контрольного управления «Зеленая пятница» стартовал в мытищах недавно, но уже полюбился многим. Поставили задачу сделать, почему именно «Зеленая пятница». Потому что сейчас, в связи с тем, что под дымбение, идут плохие продажи у магазинов, у крупных потребителей приходят и объявляются «Черные пятницы» для того, чтобы как раз продать товар. А у нас задача стоит о том, чтобы был некий такой обмен, рецинклинг вещей. Это независимо, это растения, игрушки. Вот мы планируем также технику, не то что отслужившая, а она еще нормальная бытовая техника, кому-то она нужнее. И вот этот вот обмен, он как раз и приучает детей для того, чтобы не выкидывать, а, как мы и говорили, давать ни одну, ни вторую, ни третью даже жизнь нашим товарам, растениям, игрушкам. Это не зависит от того, что это. То есть, вот смысл всех этих «Зеленых пятниц». Итак, напомним, в эту пятницу в течение всего дня мытищинцы смогут обменяться бытовой техникой. В мытищах зажгли первую ханукальную свечу. В этом году хануку праздник свечей евреи отмечают с 28 ноября по 6 декабря. Праздник посвящен чуду восьмидневного горения светильника в Иерусалимском храме. По преданию, масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин чистого масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на 8 дней горения. Именно столько времени было нужно для приготовления нового, неоскверненного масла. После зажения свечи в мытищинской картинной галерее начались гуляния, играла еврейская музыка. Царила добрая домашняя атмосфера. Библиотечный информационный центр продолжает предлагать мытищинцам варианты досуга. Так, в детской библиотеке номер один стартовал новый проект. Школьников знакомят с популярной в советские годы телеигрой «Что, где, когда». В очередной встрече приняли участие ученики 16-й гимназии. Как современные подростки показали себя в роли знатоков, расскажет Надежда Звягинцева. В старину на Руси замужние женщины носили головной убор кокошник, название которого произошло от слова «кокош», означающее «животное какое». На размышления минута. В детской библиотеке номер один за столом знатоков страсти кипят нешуточные, словно в телевизионной студии. Некогда игра «Что, где, когда» собирала у голубых экранов без преувеличения полстраны. Теперь, благодаря библиотекарям, с ней познакомятся и современные школьники. Знаний им не занимать. Сегодня информация более чем доступна. А вот теплые встречи в дефиците. «Самое главное, что все повеселились, получили какое-то удовольствие от процесса. Это хорошая возможность показать свои знания, как-то их приумножить. Ну и плюс, само собой, пообщаться с друзьями, как-то повеселиться, получить хорошее впечатление». Мероприятие стартовало в начале ноября. Серия из пяти игр показала, что библиотекари попали в точку. Они хотели предложить детям интеллектуальный досуг, побудить их получать новые знания. И им это удалось. В процесс включились даже взрослые. Разумеется, вслух ответ они не озвучивали, перешептывались между собой. «Кое-что, да. И я был в неведении в таком. Ну, в наше время таких не было игр, можно сказать. Хуже от этого не будет, я считаю, что пускай общаются с одноклассниками и развивают свой уровень дальше». Так взрослые не смогли вспомнить, в честь какого животного был назван женский головной уборка «Кокошник». Версия же, которую озвучили знатоки, курица, оказалась верной. Всего школьникам предложили ответить на 14 вопросов. Каждый стоил один балл. Они набрали 9,5. Полбалла получили за дополнительный вопрос. Неплохой результат считают организаторы. «Я считаю, это отличный результат. Они отлично рассуждали, отлично слаженно работали. Очень хорошо были распределены ролевые позиции в команде. И очень ответственный капитан команды Митя. Молодцы, мы ими очень гордимся». 1 декабря начнется зимняя серия игр «Что, где, когда». Всех желающих приглашают провести досуг интересно и с пользой. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый, Матичинский. День матери отпраздновали в Марфино. Там в минувшие выходные уже в пятый раз состоялся конкурс «Супермама». По условиям состязания участницы должны были рассказать о себе, продемонстрировать умение выступать перед публикой, петь, читать стихи и танцевать. Новинкой этого года стало задание по приготовлению десертов. Жюри пришлось непросто, выбирая лучшую маму Марфина. Корону победительницы в этом году узвоевала Наталья Журавская. «Очень теплый, радушный праздник, где женщины могут себя проявить, несмотря ни на что, и не стесняться, потому что все равно приходится смотреть родственники, семья, соседи и поддерживают в этом. Поэтому на самом деле очень приятно, что такие конкурсы проводятся в ДК «Культура». В Марфина сейчас активно готовятся к новогодним праздникам. Это и световое оформление, и разнообразная развлекательная программа для жителей разных возрастов. В этом году у нас новая концепция, новые декорации, которые раньше не появлялись в нашем Центре культуры. Я думаю, что каждому гостю, кто придет, обязательно понравится это, и будет возможность создать необычные фотографии, фотосеты для своей личной семейной коллекции. Так что всех ждем, всех с праздником. Подробно с афишей мероприятия проекта «Зима» в Подмосковье можно будет познакомиться на официальном сайте окружной администрации и каждого учреждения культуры. Принято считать, что семья священников – пример супружества. Муж – опора, жена – тыл. А всегда послушные дети благочинно читают духовную литературу. Многие мечтают о таких отношениях. Но нередко забывают, что любые отношения – это труд. Есть ли секрет семейного счастья? На этот вопрос ответила новая гостья программы «Мытищи православные» жена священника Вячеслава Румянцева, матушка Марина. Тяготит тот факт, что вы вместе на всю жизнь до конца, назад, дороги нет. Хочется идеала любви. Даже вот в семье и во всех жизненных проявлениях. Конечно, хочется соратника, с которым рука об руку ты пойдешь к делу спасения. Программу «Мытищи православные» смотрите 3 декабря в 20 часов. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого «Мытищинского». А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сейчас чувствую себя с помощью вакцинации удовлетворительно. Она защитила не только себя, но и своих близких. По данным исследований рекомендуют именно спутник «Лайт» однодозовую вакцину использовать для повторной вакцинации, потому что этого достаточно ранее привитым и переболевшим для сохранения хорошего иммунитета против COVID-19. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова